Это подкаст «Вторжение. Наука во время войны». И с вами я, главный редактор ТН «Вариант Медиа» Ольга Орлова. Накануне нашей записи, когда мы планировали с физиками и с основателями вольного сетевого сообщества «Дисернет» Андреем Ростовцевым и Андреем Заякиным «Обсуждать итоги двух военных лет в российской науке», пришло страшное известие об убийстве Алексея Навального. Поэтому прежде чем перейти к основной теме нашего разговора, я решила спросить моих собеседников о том, как они взаимодействовали с Навальным и какое место занимали наука и образование в его политической программе, вспоминает Андрей Заякин. Я начну, пожалуй, с такой детали. У Алексея Навального в офисе в Москве на видном месте висела фотография. Фотография с Ольвеевского конгресса, на которой запечатлён Эйнштейн и другие великие учёные, которые сформировали ту картину мира, в которой мы сейчас в XXI веке живём. И для него это не была дань какой-то моде, но это была глубокая потребность — смотреть, видеть тех, кто создал рациональную картину мира. потому что для Алексея, как мне кажется, очень было важно, что в этой России будущего разум и здравый смысл заняли бы место в том рокобесе, которое нарастало в течение всех последних лет. И именно к разуму, именно к рациональному видению мира, в частности, апеллировал он, когда публиковал свои расследования. Но более конкретно, если говорить о том, как Алексей видел науку, её место в прекрасной России будущего, здесь хочется вспомнить те программные документы, над которыми у меня посчастливилось работать вместе с ним. И одним из плечевых мест этих программных текстов было то, что учёные сами должны решать, чем им заниматься. Они должны быть свободны от того бюрократического давления, от давления людей, во-первых, не имеющих отношения к науке, во-вторых, коррумпированных, в-третьих, иногда пытающихся эту науку имитировать, собственно, от того, что стало признаками научного управления в путинской России. Вот эту свободу научного творчества, пожалуй, отмечали все программные документы, которые были за это время, за эти годы подготовлены, и над которыми нам вместе довелось работать. Я хочу уточнить, какое это было время, какой этап политической деятельности Алексея. Я правильно понимаю, что речь идёт о его предвыборных компаниях, вот предвыборной кампании в мэры, когда он баллотировался? Да, речь идёт о предвыборной кампании в мэры, но уже после этого, я напоминаю, что был такой проект под названием «План перемен», в котором, собственно, команда Алексея представляла то, какое видение прекрасной России будущего у них есть. И эти программы были доступны, эти программы можно было читать, и только... Это была инициатива самого Навального пригласить для подготовки таких программных документов учёных. Да. Более того, я напомню, что когда это было ещё возможно, когда не было такого ужасающего давления, как сейчас, Алексей проводил и публичные встречи с учёными. Допустим, была такая очень известная встреча во время его мэрской кампании. Андрей Ростовцев, вы хотите что-то добавить? Да, пожалуй, я хочу добавить следующее, что программа предвыборная, она содержала большое количество пунктов, как политических и экономических, в общем, и во всех сферах. И когда мы её обсуждали в офисе у Алексея, было видно, что для него все пункты были одинаковой важности, то есть и политический, и тот пункт, который касался образования и науки. Это одно. А ещё я хотел добавить, что правильные слова были сказаны. Он видел мир через рациональные такие очки, такого здравого научного подхода рационального. И одновременно и в экономике, и политике, и в образовании, и науке он отрицал место фальши. И, собственно говоря, извращение фактов и то, с чем борются диссернианты, кстати, и для него была важна вот такая чистота, честность в отношениях, в разных сферах совершенно жизнедеятельности, в том числе и в науке, и в образовании. И это стояло на одной полке с политикой и экономикой, социумом вообще, о котором он думал. Что касается деятельности диссернета, рассматривал ли Алексей её как некоторую такую научную составляющую, часть по борьбе с коррупцией? Потому что понятно, что коррупционные схемы, во-первых, совершенно разнообразны, и они всегда, скажем так, адаптируются к тем отраслям или к тем сферам, в которых они реализуются. Был ли он, ну, скажем, соратником диссернета? Понимал ли он, чем занимается диссернет? Поддерживал ли он само такое направление деятельности? Алексей, безусловно, чрезвычайно ценил проект диссернета, и он считал, что это то, что мы и должны делать на нашей поляне, то есть на поляне науки. Я считаю, что да, конечно. Он прекрасно понимал цели и методы работы сообщества диссернет. И более того, для него это было очень прозрачно, понятно, как устроены коррупционные цепочки в науке и в образовании, и в коррупции научной, вот что связано с продажей и куплей диссертаций научных степеней и дипломов всяческого образца. В этом задействован огромный бюджет. И с точки зрения… Здесь просто всё пересекается с тем, что Алексей говорил про коррупцию в выводе денег за рубеж или в других сферах, чем он занимался в расследованиях. Собственно говоря, в науке то же самое происходит. Он прекрасно это видел. И более того, одна из таких ключевых идей, которые он предлагал, это то, что учёные должны сами очистить свою поляну. Им никто не поможет в этом. Точно так же, как учёные должны сами выбирать в свободном научном обществе, чем им заниматься, точно так же они должны самоочиститься от коррупции, которая наросла на науку и образование за все эти годы. В связи с этим, мне кажется, что очень важно продолжать разговор о том, какая должна быть Россия будущего в сфере образования и науки, вот в этой части, в той, которую мы можем обсуждать. Судя по той стратегии, которая была у Алексея, даже когда он находился уже в заключении последние годы, мы, наверное, все читали его обращения, его разного рода тексты и сообщения, и было понятно, что он сам не считает, что он сидит и ждёт, а что действовать надо прямо сейчас. Именно поэтому я предлагаю нам продолжить наш разговор и планы обсуждения того, что происходит в российской науке, как российская наука, с одной стороны, пострадала в последние годы, особенно в последние годы войны. С другой стороны, мне кажется, очень важно, и мы в проекте «Тейн-Вариант» пытаемся рассказывать об этом постоянно, очень важно, чтобы люди знали о том, что российские учёные и российские даже институты, я бы сказала, коллективы, пытаются сопротивляться тому, вот этому наступлению мракобесия, той темноты, которой Навальный противостоял, и которой противостояли и все его сподвижники, сторонники, его товарищи. Поэтому давайте поговорим о том, что произошло с российской наукой за эти два года войны. Первая тема, которую я предлагаю обсудить, это изоляция российской науки от западной науки и разворот на восток. Надо сказать, что вот в этой теме мне кажется, что за последние два года есть две такие заметные тенденции в обсуждении её, и они звучат, с одной стороны, иногда в публичном поле, иногда, чаще, конечно же, они звучат не публично, а в каких-то приватных разговорах, но есть такие две отчётливые позиции. Они сейчас сформировались вот с течением времени, пока стало понятно, что война не заканчивается быстро. Первый подход, он заключается в том, что так, как раньше уже в российской науке никогда не будет, Запад отрезал российскую науку от себя навсегда, поэтому нужно развернуться на восток. Во-первых, страна, Россия страна большая, очень много университетов, много талантливой молодёжи, много академических и исследовательских институтов, и это надо научиться самостоятельно выживать и сотрудничать с теми странами, которые готовы сотрудничать в научной сфере с Россией. Я вот напомню достаточно внятно эту позицию сформулировал во время встречи со студентами Александр Фёдоров, ректор Балтийского университета имени Канта, когда он совершенно определённо сказал, вы запомните, что так, как раньше, никогда не будет, и рекомендовал студентам присмотреться, например, к науке Узбекистана. Он сказал, что и вот, например, в этой стране наука развивается довольно интенсивно, посмотрите, научитесь с ними работать. В неформальных разговорах с научными администраторами мы не раз тоже слышали ту самую мысль, что сейчас поддерживать отношения с научными сообществами Запада очень тяжело. Практически невозможно это делать легально и в силу денег, невозможно оплатить участие в конференциях или поездке, очень трудно с визовой поддержкой, существует целый ряд запретов на взаимодействие институциональное, и поэтому просто нету никаких сил и возможностей это дальше тянуть. Но есть Китай, есть Индия, есть Бразилия, есть Казахстан, есть Турция, есть Иран, который очень хочет сотрудничать и сотрудничать с Россией в научном поле. И вот мир большой, Россия большая, и значит будем выживать как-то так. Это первая позиция. А вторая позиция, которая публично звучит очень-очень редко, но в неформальных разговорах ее тоже часто приходится слышать, причем достаточно на уровне и директоров институтов или там руководителей академических программ, она заключается в следующем, что нет, изоляция от западной науки для России совершенно ненормальна, она противоестественна. Это временное явление, поэтому надо максимально сгруппироваться, сохранить вообще все, что можно и переждать, пока война закончится. Отношения быстро восстановятся, а пока этого не произошло, нужно хорошо учить студентов и пытаться дожить до светлых времен. Вот, например, примерно такие слова можно прочитать, допустим, в интервью Федора Ратникова, он член одной из коллабораций в ЦЕРНе, когда он давал интервью РТВА, вот он так и ответил на вопрос, а каковы же ваши научные планы на оставшееся время, вот после, сейчас, да? И он ответил, что базовая идея, что все безумие когда-нибудь кончается, и нормальная жизнь начинается снова. Для этого мы должны готовить студентов, и мы не можем сказать, что все, в России больше с наукой ничего не будет, закрыться и сложить лапки. Что вы думаете об этих двух подходах? Какой из них наиболее рациональный? Какой из них наиболее вероятный? Как вы к этому относитесь? Давайте мы начнём с Андрея Ростовцева. Я не вижу противоречий между этими двумя подходами. И наука такая, в общем-то, такая субстанция, которая распространяется как вода. Где есть свободное место, туда она и зайдёт. Есть возможности, открылись возможности в Китае участвовать в научных проектах. Конечно, здорово. Этим надо воспользоваться. Тем не менее, сейчас очень много учёных и продолжают работать и на Западе, и в развитых странах. И вот так вот нельзя сказать, покрасить всё одним цветом, что все западные страны, все страны как бы первой цивилизации, высокоразвитая наука, прекратили или сократили резко совместные работы с российскими учёными. Нет, конечно, нет. В разных странах отношения очень разные. Есть, например, Германия, где действительно очень тяжело стало российским учёным заниматься наукой. А есть, например, Япония, где это гораздо проще. И это, опять же, это говорит о том, что не учёные организовали вот это, так сказать, гонение российских граждан по цвету паспорта. А это учёные просто поддались в разных странах разным политическим течением. И мы просто видим вот эту мозаику. Даже мозаика есть в Европе, она разноцветная. Разные страны очень по-разному относятся. То есть декларируют учёные, а за ними, конечно, стоят политики. Это делается, так сказать, очень политически окрашенным сейчас. И, естественно, второй подход, он тоже вполне рациональный. И как только политическая ситуация изменится, тут же политическое давление исчезнет, и учёные снова, так сказать, будут более свободны в своём общении научном, международном. И мы имеем прекрасный пример, если обратиться к истории, вот 45-й год, 46-й год. Вот немецкие учёные были отрезаны в течение, значит, военных лет от всего мира. Они не публиковались в международных журналах, они не ездили на международные конференции, естественно. И первая международная конференция, на которую пригласили немецких учёных, состоялась через полтора года после окончания войны в Англии. И после этого, значит, вот как будто, так сказать, барьеры вот эти все рухнули буквально в одночасье. То есть восстанавливается очень быстро. Андрей, ну вот я хочу уточнить, что первый подход, он основан на том, что ситуация в российской науке и высшей школе изменилась необратимо. Второй основан на том, что ничего необратимого не произошло. Вот вы как оцениваете? Были ли совершены какие-то за эти два года? Случились ли необратимые вещи за эти два года? Ну я считаю, что необратимых вещей не бывает, кроме смерти. А в науке тем более. Есть такие понятия, как, например, некое опоздание в науке и отставание. Да, это, так сказать, это, безусловно, произошло. И утечка мозгов, тоже, так сказать, тоже с этим надо как-то жить. Но нет, конечно, необратимых. Опять я подчеркиваю, что в нашем мире наука подвержена давлению политиков. Изменяется политика, наука изменится. И вполне, так сказать, может вернуться назад. Но потребуется время, конечно. Вот я немножко позволю себе возразить. Андрей Ростовцев привел пример после военной Германии, как туда снова стали приезжать люди на конференции, как вроде бы снова вернулась нормальная академическая жизнь, провели чистки в университетах. Хайдегеру досталось. И, судя по всему, справедливо. Там кому-то еще досталось, тем, кто сотрудничал с нацистами. Это все, конечно, прекрасно. То есть и прошедшая в университетах Германии денацификация и приход каких-то новых, молодых, антинацистски настроенных ученых. Но при этом, заметим, все же необратимые изменения с немецкой наукой произошли в стратегическом смысле. Она перестала быть ведущей в мире. Немецкий язык перестал быть языком науки. Если мы почитаем ранние работы по квантовой механике, многие из них написаны по-немецки, во время как после Второй мировой, очевидно, доминирующим языком, по крайней мере, физики стал английский. У нас все же до начала всего этого безумия не было такого супер доминирующего положения в мире, но по ряду отраслей, конечно же, действительно были вещи, были успехи мирового уровня. И я думаю, что все-таки стратегически многие из этих позиций потеряны. И если не прилагать после того, как все нормализуется, каких-то экстраординарных усилий в плане финансовом, в плане кадровом, в плане институциональном, то есть если не, наконец-то, не дать ученым свободу решать самим, что им делать, то я думаю, что очень многие вещи не удастся, по крайней мере, в течение ближайших 50-100 лет отбить назад. Это что касается такой точки зрения российского наблюдателя, который заинтересован в первую очередь в том, чтобы в России возродилась какая-то наука. Но я хочу немножко порассуждать с точки зрения западных полисимейкеров, которые сейчас принимают решения, и вот как раз с точки зрения тех самых западных политиков, о которых сказал профессор Ростовцев, из-за которых иногда возникает такой паспортный террор в отношении российских коллег в крупных международных коллаборациях. Вот сейчас устраивать такой паспортный террор это самое неумное, что могут сделать западные академические руководители, руководители министерств соответствующих и фондов, занимающихся финансированием науки, и те, кто заняты выдачей виз учёным российского происхождения или учёным с российским паспортом. В чём сейчас должна быть главная целевая функция любого разумного политика из свободного мира? В том, чтобы не только закончилась война и не только справедливо закончилась война, но ещё и избежать возможного рецидива, возможного скатывания России в новый тоталитаризм и в новую ветку военной агрессии. И, как кажется, в этой новой, послевоенной России будущего роль науки в том, чтобы предотвратить такое скатывание, будет очень важной. потому что именно она должна дать некоторую защиту от нового перехода к иррациональной картине мира. И поэтому сейчас в интересах свободного мира как раз сохранить потенциал российских учёных, которые потом могли бы возвращаться в свою страну. В 2024 году завершится история сотрудничества Совета Европейской Организации Ядерных Исследований с российскими учёными. С 1993 года статус страны-наблюдателя позволял российским физикам и инженерам участвовать в строительстве Большого Адронного Коллайдера, становиться членами крупных коллабораций, проводить эксперименты, публиковаться в лучших международных журналах. С 2012 года Россия стремилась стать ассоциированным членом, но несколько лет подряд её заявки отклонялись. Однако научные связи не только не ослабевали, а продолжали развиваться. Так, в 2019 году ЦЕРН и Россия запланировали эксперименты на российской территории. К 2020 году в ЦЕРН были зарегистрированы более тысячи российских специалистов и студентов, которые участвовали в 22 экспериментах. Но в связи с началом боевых действий в Украине ЦЕРН заморозил статус России, а потом объявил, что в декабре 2024 года, когда истечёт очередной пятилетний срок договора о сотрудничестве, взаимодействие международной организации и учёных с российской афиляцией закончится. На исследованиях и экспериментах в ЦЕРН выросло несколько поколений российских программистов, физиков, математиков, инженеров. Теперь война поставила точку в истории участия российских учёных в уникальном научном проекте, который позволял российской науке оставаться на мировом уровне. После этого решения у меня возникло ощущение «курицы, бегающей без головы». Так прокомментировал это событие член одной из коллабораций ЦЕРН Фёдор Ратников в интервью РТВА. «Я считаю, что россиян в ЦЕРНе с усилиями, но можно будет заменить. И когда мы разрываем связи и говорим, что сделаем импортозамещение, то ведь и Запад делает своё импортозамещение. Только нам надо заместить 90%, а им всего 10%. Я не думаю, что мы начнём вытаскивать наши детекторы из установки. Очень надеюсь, что до этого не дойдёт. Хотя юридически я плохо понимаю, как будет происходить этот развод, потому что в уставе коллаборации он не прописан». обращает внимание учёный. И тут в связи с решением ЦЕРН я вновь возвращаюсь к теме необратимого и поправимого и хочу спросить Андрея Ростовцева. Андрей, как вы оцениваете это решение? Вы ведь работали в ЦЕРНе, и вам эта тема близка? Да, действительно, я работал в ЦЕРНе, но в последние годы по понятным причинам я уже не занимался этой тематикой. Но в последнее время я со многими коллегами общался на эту тему, поэтому скажу пару слов. Внешне выглядит это, конечно, ужасно. Решение политическое, и оно нарушает общую ткань науки. Наука – это не просто там, она не национальна вообще, когда мы говорим «российская наука», это не совсем правильно. В современном мире это не как 80 лет назад после окончания войны. В современном мире очень интегрирован, наука интегрирована в международное сообщество. То есть все связи, все контакты – это, так сказать, одна ткань. И здесь сложно выделять части этой ткани по цвету паспорта. Так это не работает. И решение, которое было принято в конце прошлого года на Совете ЦРН, да, оно политическое. Я не присутствовал на этих дебатах, но слышал, что они были очень жаркими. И высказывались все, так сказать, аргументы с той и другой стороны. Решение было принято с минимальным перевесом. Но в то же время в среде физиков, работающих в ЦРН, вот во всей этой международной компании, с другой стороны зреет как бы контрповедение, да, как исправить эту ситуацию. И предлагается много вариантов, и все, собственно говоря, делается. во-первых, возникло тут же сообщество, которое сейчас называется Science for Peace, которое, так сказать, поднимает важность этого вопроса, значит, почему это решение неправильное, что надо делать, чтобы исправить последствия этого решения. И эти меры, собственно говоря, принимаются. и очень многие институты предлагают, значит, российским ученым поменять афиляцию. И кто-то уже поменял. Идет обсуждение вопроса, чтобы дать закончить ПИХД работы тем, кто сейчас занимается написанием диссертаций по церковским экспериментам, по данным. И, собственно говоря, пытался узнать, а сколько конкретно людей сейчас находятся вот в этой ситуации, вот когда придет осень, и все придется собирать чемоданы. точной цифры мне никто не назвал, но это порядка несколько десятков человек в Церне сейчас. И на протяжении этого года многие из них решат проблемы. То есть вы хотите сказать, что та часть, кто мог бы приехать, просто они не приехали из России, они находятся в России, а те, кто находятся в Церне и еще не поменял афиляцию и не нашел работы, это вот речь идет о нескольких десятках человек. То есть на самом деле произошла такая определенного рода селекция. Кто-то в России, кто-то уехал реально, на самом деле переехал просто, хотя он может физически остаться в Церне, просто это уже будет сотрудник нероссийского института. И вот только нескольким десяткам людей придется как-то решать эту проблему. Да, они решают эту проблему, я думаю, что проблему. Можно ли как-то оценить последствия именно для российской науки разрыв с Церном? Потому что в России остаются два других эксперимента. Это один из них в Сарове, другой это, собственно, Ника в Дубне, которые тоже должны были бы быть международными. Сейчас, очевидно, они будут скорее больше российскими с участием ученых, наверное, из Китая или еще из каких-то других стран, хотя подразумевалась очень сильная такая составляющая европейская и при этом очевидно ее теперь не будет. Но насколько это влияет на развитие физики элементарных частиц, насколько это влияет вообще на саму область развития в России? Самым, мне кажется, важным последствием для российской стороны является следующее, что молодежь российской сейчас не имеет возможности обучаться и делать работы на международных коллаборациях, которые работают в ЦЕРНИ. Это, мне кажется, самое важное. Здесь остановился прогресс в этой области, а обмен молодежью был, так сказать, очень интенсивный, и это был такой мощный импульс в развитии в России в этой области, в области элементарных частиц высоких энергий. Это, мне кажется, самое важное. По разным данным, вот эту область, физику высоких энергий покинуло примерно 30% молодежи. 30% это очень серьезно, да, это драматическая потеря, но я считаю, что не бывает бесповоротных потерь, и важно было не останавливать прогресс в этой области. Вот он сейчас остановился. И более того, даже если произойдет разделение ученых по разные стороны границы, то ЦЕРН, одна из мер, которые планирует ЦЕРН, это прекращение доступа российских ученых к данным, даже через границу. Это будет, если это произойдет, это будет еще один удар. Да, я хочу дополнить Андрея Ростовцева. Я согласен с тем, что это достаточно большой удар по российской физике, особенно по молодым людям. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о том, кто является такой наиболее непосредственной причиной того, что такие решения принимаются, это, помимо всего прочего, еще и российские ректоры и директоры. Потому что, к сожалению, вот эти люди, эти люди, которых в диссернете особенно любят, потому что ректоры, это, пожалуй, самый коррумпированный слой российского чиновничества после депутатов в Госдуму. Вот, эти люди удружили в кавычках российским ученым своим абсолютно мерзоплакостным письмом в поддержку военной агрессии и фактически непосредственно навлечены были все беды на российские институции, прежде всего из-за этого письма. Потому что эти ректоры нигде не дистанцировались от занимаемых ими должностей, и это, конечно, послужило очень серьезной причиной для того, чтобы подобные политические решения принимались. В этом и смысл был этого письма, и то давление, которое оказывалось на ректоров, а мы сейчас уже знаем за два года, что далеко не все ректоры подписывали его добровольно. На многих было оказано такое очень серьезное давление и шантаж, чтобы люди подписали. То есть кто-то хорошо понимал последствия того, что произойдет. Но это была спланированная вполне сознательная акция. И, как мы видим, она сработала. Сработала достаточно успешно. Пока мы можем сказать, что, наверное, за два года какие-то международные проекты может быть еще идут по инерции, хотя на самом деле, а знаете ли вы о таких? Знаете ли вы какие-то международные проекты, связанные с Россией, которые бы не были прекращены? Да, таких проектов много. И вот, например, проект Бель, очень крупный международный проект, тоже в нашей области физики элементарных частиц, он расположен в Японии, это эксперимент, и сильная российская группа, с ней не прекратили работать, и разговор про это даже не идет. Вот, я хотел вернуться на секундочку к письму, так называемому письму ректоров. Действительно, это далеко не все университеты подписали, примерно треть. Мы знаем, что оказывалось давление, мы знаем, что какие-то фамилии вносились туда автоматически, а после этого были скандалы, и люди, которых туда внесли, пытались из этого выпрыгнуть, кому-то удалось выпрыгнуть, мы видим эти попытки, и кому-то не удалось выпрыгнуть, а кому удалось, ректор самого крупного технологического вуза в России, и этот вуз участвует в экспериментах на коллайдере в ЦЕРН, это участвует CMS и в Алисе, насколько я помню, ректор отказался подписывать это письмо, и тем не менее этот вуз попал под самые жестокие санкции со стороны международного сообщества, и участников эксперимента, сотрудников этого вуза теперь, значит, выпиливают из ЦЕРНа, то есть рациональные аргументы перестали работать в научном сообществе, и вот этот пример, вот ректор, так сказать, мало того, что он самый против высказал, позицию против этого письма, содержание этого письма высказал, он еще имел силы, так сказать, вот такую активную позицию, проактивную позицию, то есть выйти из подписантов, и тем не менее, значит, это никак не влияет на то, что думают политики за рубежом о России, и, собственно говоря, позиция изоляционизма, она нарко-агрессору, нарко-таталитарному режиму, и идеально с точки зрения агрессора, если в эту изоляцию его поместят не его руками, и не по его инициативе, то есть вот это как вот это письмо, как провокация, как сказал коллега, и в общем-то успешно, почему это так успешно подействовало, я не понимаю, то есть разум перестает работать в такой ситуации. У многих политиков в первую очередь, но и ученых тоже нет. Мы пока не видим никаких серьезных признаков того, что война может закончиться скоро. В связи с этим какова вероятность того, что западные политики, западные международные научные организации, институты пересмотрят, переосмыслят свое отношение и свою санкционную политику в отношении российских ученых. Я думаю, что это отношение пересматривается, я не думаю, я вижу, что это отношение пересматривается, и идея о том, что нельзя разрывать международные связи в науке сейчас в физическом сообществе, в сообществе ученых начинает доминировать. Вот я упомянул новую инициативу, которая исцерна исходит, это Science for Peace, они проводят форумы, пишут все эти аргументы, выложенные в документах, которые обсуждаются сейчас внутри научного сообщества, и, в общем-то, научное сообщество движется в этом направлении, оно потихонечку приходит эмоции проходит, а приходит понимание того, что не ученые, собственно говоря, воюют, а и ну вот это ожидаемо, что в первую очередь научное сообщество эту идею воспримет и будет продвигать. Включится ли в это политики и как это быстро произойдет, я не могу сказать, но вот эта тенденция сейчас набирает импульс, это да. Андрей Заекин. Да, мне кажется, здесь очень важная работа по адвокации, которую можно и нужно вести тем коллегам, кто сейчас оказался на Западе, и кто может дотянуться здесь до лидеров общественного мнения, до СМИ, причем даже не узконаучных или научно-популярных СМИ, а таких, скажем, общегражданских, общечеловеческих, и доводить до них вот эту простую идею, что фундаментальным интересом всего человечества является сейчас справедливый мир, что действовать нужно, исходя из этой целевой функции. и дальше уже вступают в силу те аргументы про закупоренный сосуд и про прививку от мракобесия, о которых мы уже сегодня говорили. И нужно эти вещи проговаривать в разговорах с теми, кто определяет общественное мнение на Западе, как следствие давят на западных политик. Возвращаясь к первому пункту нашего разговора, я хотел бы вспомнить, что Юлия Навальная недавно в своей программе или в набросках своей программы есть пункт, что западные страны не должны относиться к российским не только ученым, но и к россиянам, как людям второго сорта на Западе. Это касается в том числе и науки. Да, полностью согласен. И очень важно, чтобы Запад осознавал, что в борьбе за справедливый мир и за демократическую Россию ученые с российскими паспортами должны быть не жертвами этой борьбы, а ее союзниками. В следующем эпизоде мы продолжим обсуждать итоги двух военных лет в российской науке. Это были физики сооснователи проекта Диссернет Андрей Ростовцев и Андрей Заякин. И я, главный редактор медиа академического сообщества Тейн-Вариант Ольга Орлова. Это подкаст Вторжение наука во время войны. И я напоминаю вам, что наши подкасты вы можете слушать на всех аудиоплатформах, включая Яндекс.Музыка, а также на YouTube-канале Тейн-Вариант и на сайте тейн-вариант.org. Подпишитесь на наш Телеграм-канал, где вы можете найти ссылки, чтобы знакомиться с нашими материалами без VPN, если вы находитесь в России. Помните, что каждый ваш лайк, каждый репост и каждый комментарий помогает нам дотянуться до нового слушателя по разные стороны границ. Давайте держать связь!